Молитесь, Игнать Тихонович. Боже, будь милостив ко мне грешен. Создав имя, Господи, и помилуй меня, Бесчиславец и грешил Господи, прости меня грешным, и помилуй. Светися, светися в Новой Иерусалиме, Слава Богосподне на Тебе восья, Крикуй ныне и веселись сегодня, Ты же чистая, красуйся Богородица, А восстание Рождества Твоего, Слава Отцу Сыну и Святому Духу. И ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресе измертвое, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради причисти Твоей Матери, силы честного житворящего Креста, святых ангелов наших хранителей, и всех ради святых помилуй. И спаси на всякого блага, если и человека любишь. Аминь. Боже, милости будни грешному, Создав имя, Господи, и помилуй меня, Бесчисла я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, Исущим во гробах живут дрова. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, Исущим во гробах живут дрова. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и вовеки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святые посети исцели и немощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и вовеки веков. Аминь. Аминь. Лочи наш, сущий на небесах, да светит Своимя Твое, да приедет в Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. И прости нам, долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукава. Ибо Твое есть царство и сила, и слава вовеки. Аминь. Аминь. Встав после снам, преподаем к стопам Твоим благи, и ангельскую песнь возглашаем Тебе сильным. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвуем, Богородице, помилуй нам. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. С постели от сна Ты поднял меня, Господи. Ум мой, просвети ей сердце, и открой уставы, и чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвуем, Богородице, помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно придет судья, и одеяние каждого обнаружится. Со страхом воскликни в полночь. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвуем, Богородице, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Встав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня, ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих. Но оказал мне обычное этого человеколюбие, и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться Слову Твое, уразумевать заповеды, исполнять волю Твою. И открою уста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце. И воспевать святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне, и всегда, и во веки веков. Придите, поклонимся Царю нашему Богу, придите, поклонимся, и припойдем ко Христу, Царю нашему Богу, придите, поклонимся, и припойдем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. Псалом, 58. Избавь меня от врагов моих, Боже мой, защити меня от восстающих на меня, избавь меня от делающих беззакония, спаси от товарожадных, ибо вот они подстерегают душу мою, собираются на меня сильные не за преступление мое и не за грех мой, Господи. Без вины моей избегаются и вооружаются, подвигнись на помощь мне и воздри. Ты, Господи, Божий сил, Божий Израилев, восстань посетить все народы, не пощади ни одного из нечестивых беззаконников. Вечером возвращаются, они воют, как псы, и ходят вокруг города. Вот они изрыгают хулу языком своему, уста их мести в устах, ибо думают они, кто слышит. Но ты, Господи, посмеешься над ними, ты посрамишь все народы. Сила у них, но я к тебе прибегаю, ибо Бог заступник мой. Бог мой, милующий меня, предварит меня. Бог даст мне смотреть на врагов моих. Не умерщвляй, чтобы не забыл народ мой. Расточи их силою Твоею, и не изложи их, Господи, защитник наш. Слово языка их есть, грех уст их. Да уловятся они в гордости своей заклятву и ложь, которую произносят. Расточи их во гневе, расточи, чтобы их не было. И да познают, что Бог владычествует над Яковом до пределов земли. Пусть возвращаются вечером, воют, как псы, и ходят вокруг города. Пусть бродят, чтобы найти пищу, и несытые проводят ночи. А я буду воспевать силу Твою, и с раннего утра провозглашать милость Твою. Ибо Ты был мне защитой и убежищем в день бедствия моего. Сила моя, Тебя буду воспевать я, ибо Бог заступник мой. Бог мой, милующий меня. Боже, Ты отринул нас, Ты сокрушил нас, Ты прогневался. Обратись к нам. Ты потряс землю, разбил ее, исцели повреждение ее, ибо она колеблется. Ты дал испытать народу Твоему жестокое, напоил нас мином изумление. Даруй боящимся Тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины. Чтобы избавились возлюбленные Твои, спаси десницею Твоей и услышь меня. Бог сказал во святилище Своем, восторжествую, разделю сихем и долину сахов размерю. Мой Галат, мой Манасия, Ипрем, крепость главы моей, Иуда, скипетр мой, Маава, умывальная чаша моя, На Едома простру сапог мой, Восклицай мне земля филистимская. Кто введет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Едома? Не Ты ли, Боже, Который отринул нас, и не выходишь, Боже, с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, Ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу. Он не изложит врагов наших. Услышь, Боже, вопль мой, Внимли молитвы моей. От конца земли взываю к Тебе в уныние сердца моего. Возведи меня на скалу для меня недосягаемую, Ибо Ты прибежище мое, Ты крепкая защита от врага. Да живу я вечно в жилище Твоем, И покоюсь под кровом крыл Твоих. Ибо Ты, Боже, услышал обеты мои, И дал мне наследие боящихся имени Твоего. Приложи дни ко дням царя, Летай его, продлив род и род. Да прибудет он вечно пред Богом. Заповедуй милость и истинь, охранять его. Я буду петь имени Твоему вовек, Исполняя обеты мои всякий день. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного, Ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобою. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, Открыть мои недостойные уста И восхвалить Святое Имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, Ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Восстав от сна, я посреди ночи приношу Тебе песни «Спаси». И, преподая к стопам Твоим, взываю к Тебе. Не дай мне воскнуть во греховной смерти, Но сжалься надо мной, добровольно распявшийся. Скоро подними меня, беспечно лежащего, И спаси меня, стоящего пред Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный, безгреховный день Христе Божий. И спаси меня. Младыка, человеколюбчив, встав после сна, я спешу к Тебе. И по милосердию Твоему принимаюсь за угодные Тебе дела. И я молюсь Тебе. Помоги мне всегда и во всем. И избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения. И спаси меня, и вели в Царство Твое вечное, Ибо Ты мой Творец и источник и податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда. И я возношу Тебе хвалу. Ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому милосердию, Ты дал мне рабу Твоему прошедшее время этой ночи провести без напасти И всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего, Удостой меня при свете Твоей истины, С просвещенным сердцем исполнять Твою волю. Ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержитель, Божий сил бесплотных и всякой плоти, На высотах небесных живущий, озирающий до земны, Наблюдающий сердца и помыслы, ясноведающий тайны человеческие, Безначальный, вечный и неизменный свет, Который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, Бессмертный Царь, прими моления наши, Которые мы в настоящее время, Надеясь на обилие сострадания Твоего, Утворим Тебе из нечистых уст, И прости нам прегрешения наши, Совершенные нами делом, словом, мыслью, Вольно и невольно, И очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа, И даруй нам с бодрствующим сердцем, И трезвенную мыслью прожить всю ночь Здешней земной жизни, В ожидании наступления светлого и славного дня, Второго пришествия, Единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, Когда общий судья придется славу воздать каждому по делам Его, Да найдет Он нас нележащими и сонными, Но бодрствующими, И восставшими среди исполнения заповедей Его, И готовы войти с Ним в радость, И божественный чертог славы Его, Где непрестанные голоса торжествующих, И невыразимая радость вирящих Несказанную красоту лица Твоего, Ибо Ты истинный свет, Просвещающий, освещающий весь мир, И Тебя воспевает все творение в веке вечное. Аминь. Аминь. Святый ангел, поставленный, Брести мою бедную душу и несчастную жизнь, Не оставь меня грешным, И не отступи от меня за невоздержанность мою, Не дай возможности злому демону Починить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, Опустившуюся мою руку, И выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, Хранитель, покровитель бедной моей души и тела, Прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни, И если я чем согрешил в прошедшую ночь, Защити меня в настоящий день. И сохрани меня от всякого искушения вражеского, Чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня, как Господу, Чтобы Он утвердил меня в страхе Своем, И садил меня рабом, достойным Своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица моя, Богородица, Святыми Твоими всесильными мольбами, Отгони от меня ничтожного, несчастного раба Твоего, Уныния, забвения, неразумия, нерадения, И все скверные, лукавые, хульные помышления От несчастного моего сердца, От помраченного ума моего. И погаси пламень страстей моих, Ибо я нищий слаб. Избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений, И освободи от всякого злого воздействия, Ибо Ты благословена от всех родов, И Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Галина, Ольга, Анатолий, Екатерина, Надежда, Роман, Татьяна, Янец, Сергий, Ибо мы усердно к Вам прибегаем, Как скорым помощником и молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, Благодатная Мария, Господь с Тобой, Благословена Ты между женами, Благословен плод чрева Твоего, Ибо Ты родила Спасителя от душ наших. Спаси, Господи, людей Твоих, Благослови принадлежащих Тебе, Помогая православным крестьянам, Подмеждай врагов, И сохраняя силой креста Твоего, Церковь Твою, Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного Игнатия, Батюшка и Акима, Родители и братьев, сестер, родственников, начальников, Благодетелей и всех ближних моих и друзей, И всех православных христиан, Подай им Твои земные и небесные блага, Не лиши им милости Твоих, посети их, Укрепи силой Твоей, Дар им здравия и спасения души, Ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Аминь. Покой, Господи, души высопших рабов Твоих, Родителей моих, родственников, Благодетелей всех православных христиан, Прости им все грехи, вольные и невольные, И дар им Царствие Небесное, Со святыми и покой, Христе, Души рабов Твоих, Братцев, отцев и братьев наших, Там, где нет ни болезни, ни печали, Ни душевных страданий, Но жизнь бесконечна. Ангелу Апияшу благодатней, Чистая Дева, радуйся, Пакереку радуйся, Твой Сын воскресе, Трудневен от гроба, И мертвые воздвигновые люди, Веселитесь, Святейся, святейся, Новый Иерусалиме, Слава Бога Господне на Тебе, Восия, Ликуй ныне и веселись сионе, Ты же чистая, Красуйся Богородица, О восстании Рождества Твоего. Слава Отцу Ислену и Святому Духу, И ныне и всегда, И во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Молит ради Пречистой Твоей Матери, Преподобных Богоносных Отцов наших И всех святых. Помилуй нас. Аминь. Аминь. Боже наш милостивый небесный Отец, Помилуй детей наших, За которых мы смиренно молим Тебя И которых предаем на Твое попечение и защиту. Вложи в них крепкую веру, Научи их благоговеть пред Тобою. Застой их крепко любить Тебя, Нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истины и добра, Чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи их благочестиво, добродетельно жить, Быть добрыми христианами, полезными людьми. Дай им здравие душевное и телесное, и успех в трудах. Избавь их от хитрых козней дьявола, от многочисленных соблазнов, От скверных страстей, от всяких нечестивых и беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, По молитвам Его Пречистой Матери и всех святых, Приведи их к тихой пристани Твоего Вечного Царства, Чтобы они вместе со всеми праведными Всегда благодарили Тебя с единородным Твоим Сыном И животворящим Твоим Духом. Аминь. Господи Божий наш, возри на детей наших, Не спошли на них духа премудрости, разума, благочестия, Просвети их светом Твоего благоразумия, Чтобы они скоро уразумели, усвоили изучаемые ими предметы, Потребили их на благо Твоей Церкви, На пользу ближним, и во свое спасение, Потому что Ты источник премудрости, И Тебе славу возносим всегда, ныне и пресно, И во веки веков они. Продолжайте молиться. Спасибо, Господи, по-моему, от самого духовного, Родители и сторонников, благодетель Митрополита Элериона, Епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, Священный Рея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия Василия, Анна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима, Зосима, Рюфа, Андрея, Максима, Владимира и Глебу, Не дай погибнуть, Диаконов, Евгения, Александра, Михаила, Андрея, Епископа Максима, Митрополита Сергия, Падриарха Кирилла, Венедикта, Францисто, Корнея, Александра, Диодора, Тихона, И весь священний, Скинощий, Скищин, И высший истинный служитель миссионеров, Христианам, Язычникам, Иудеям, Мусульманам И буддистам. Наш помилуй, Милости Твои я ради. Слава Тебе, Господи, За тихую и мирную ночь, Что жизнь нашу продлил И разум сохранил. Дай нам желание трудиться, Обнаружить и умножить наши таланты, Дарованные Тобой. И для сего пошли нам добрых помощников, Наставников, Советников. И сохрани нас от всякого рода зла и греха. И в этот день. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Сохрани нас здесь, Селение наше, От пожара, От воров, От чистой силы живущих там. Андрея, Игоря, Игоря, Серафима, Владимира, Обрати нас так, Людмилу. Любовь. Владимира, Владимира, Алексея и Иосифа. Прещи добрые жители и детьми, Послушными заповедям твоим, Любящими устало. И сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадрих, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алексею. Проши проповедь Для каждого человека. Дай эту возможность. Иди, новая душа. Ассею и помилуй надежду. Валентину, Екатерину, Наталью, Акстасию, Евгению, Роману, Михаила, Нину, Анну, Юрию, Сергея, Сергея, Александра, 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 Александра. Рахиль, Ежу, Екатерину, 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 Галину, И новые души, Найди, Обратия. И возри, Господи, На угрозу врагов, На их злодейство. Вразуми их И примирись с нами. И судный день Не помяни их Безумие Максима, Александра, Александра, Евгения, Антония. Дай, Господи, Страх Твой Святой. В судный день Не помяни их Безумие Сергея, Викторе, Алексея. И отступников Найди И возврати На путь спасения Михаила, Николая, Александра, Юлия. Анастасия. И от пьянства Избавив Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. И все наше родство Найди Идоки, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. И Романа Избавив Духа, Лжи и Упрямства. Где он находится? Не дай ему погибнуть. Благослови Никиту Италию. И дарю всем Духовное рождение Посети Болящие Дай Силы, Крепости Не Возраптать И Пашим Исцеление Валерия Илариона Кирилла Надежда Татьяна Татьяна Валентина Валентина Мария Александра Анна И Нас Помилуй Милости Твоя Радя Посети Наших Благодетелей Воздаем Добром Елену Елену Людмилу Людмилу Дмитрия Виктор Сергея Андрея Андрея Вячеслава Дмитрия Виталия Всех Помогающих В этом деле Благослови Найди Тимофея Тимофея Мартина Германа Александра Леонтия Симона Аллилуйя Путешествующие Благослови И сохрани Рьва Виктор Виктор Лидия Жастеса Вестива Найди Открой Истину Твою Жизнь По воле Твоей Святой Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй Нас Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй Меня Грешного Слава Тебе Наш Бог Иегова Авва Отче Свят 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 Господь Саваок Вся Земля Полна Слава Его Аллилуйя Слава Вышней Богу На Земле Мир В Человек Благоволение Благодарю Тебя Господь За День В Который Дал Мне В В Тебя Страх Пред Тобой И Ожидание Суда Божия Благодарю За День В Который Дал Мне Святую Библию И Указал На Помилуй Нас Господи Помилуй Нас Пресвятая Госпожа Богородица Присно Дева Мария Матерь Христа Бога Нашего Спаси Нас Молитвами Своими Господи Воздай Добром Милосердия Твоим Тем Людям Кто Помогал Нам Путешествия Знаешь Младостави Павла Зинаиду Владимира Людмилу Надежду Дмитрия Сергея Аллилуйя Андрея Падшего Найди Обрати Алексея Настав На Путь Истины И Удали Человеческое Вчиславие Ибо Со Всех Сторон Облепили Его Лжецы Дай Ему Покаяние Аллилуйя Слава Тебе Боже Наш Ангел Христов Хранитель Мой Святой Моли Бога О Мне Грешем Благодарю Тебе Мой Ангел Сколько Лет Ты Хранил И Доща Не Покинешь Смертный Час Когда Душа Будет Разлучаться От Тела И Проведи Душу Мой Помытарством И Веди На Веки Вечное Царство Христа Бога Нашего Аллилуйя И Ангел Креститель Претеща Христов Моли Бога О Нас Мощи Нас Жить И Бедность Име Пропитание Одежду Быть Благочестивым И Довольным Никогда Не Роптать Никому Не Завидовать И Быть Во Всем Эконом На Ущи Нас Ибо Ни Во Что Ставящее Мало Мало По Малу Придет В Упадок Святитель Христов Никола Мерликийский Судо Творец Моли Бога Нас Укрепи Народ Твой Чтобы Не Страшиться Ни Царей Ни Нас Счаствующим И Усчаствовать В Бесплодных Делах Тьмы Най Обрещать Аллилуйя Молите Бога Анас Святые Пророки Божии Пророк Илья Елисея Нох Моисея Самуила Аарон Иол Авель Но Иосиф Патриарх И Едра Ни Ем Амос Наум И Исай И Ереме Варух И Зек И И Агей С Афон Захар Малай Хе Давид Нафан Данил Отрок Михе Авра И Саак Яков И И И Духом Пророческом Церков Свою Дабы День Прихода Того Нашего Отшествия Не Застал Нас Неготовыми Но Чтобы Выше На встречу Тебе Господи С Истинными Горящими Светильниками Истинной Веры И С Добрых Дел С Оделан В Духе Святом С Любовью Аллилуйя Молите Бога О нас Святые Ангелы Архангелы И Херувимы И Серапимы Все Небесные Силы Престолу Божию Предстоящую Молите Бога О нас Святые Апостолы Петр Павел И Ангелисты Матфе Марк Лука И И Ан Додарует Господь Желание Всем сердцем Служить Тебе И Благовестием Да Наполнить Душу Нашу Атой Великой Радостью Чтобы Все Делились Другими Не Знающими Тебя Слава Тебе Боже За Славь Твою Через Которым Мы Имеем Доступ К Спасению Аллилуйя Молите Бога О нас Святые Муженики И Муженицы И Игнати Богоносец Поликарм Смирским Синь Особ Касмар Далья Наброй Светилата И Рон Мужчин Климент Римский Климент Анкерский Анфим Николай Георгий Победоносец Пантелеим 40 святых Мужеников Царь Николай Святой Царское Семейство Владимир Венамин И Осип Борис И Глеб Молите Бога О нас Да Сохранит И укрепит Господь Народ Свой Дабы Никто Не Прием Начертания Зверя Антихриста Анфим Вениамин И Дай Веру Старшие Родители За такое Ложное Воспитание Молите Бога О нас Святые Отцы Василия Великий Григорий Богослов Ян Затаусов Анася Великий И Прям Сирин Антоний Макарь Антоний Феодосий Корнили И Сергий Радонский Степан Пент Серафим Соробский Антобольский Анхронштад Аншан Кирилл Мефодий Натент Николай Макарь Алтайский Тиларет И Все Перевозчики Священного Писания Молите Бога О нас Да Укрепит Нас Господь И Сохранит Святой Православной Вере А Замос И Ретюков Господь Разрушил Ничто Превратил Молите Бога О нас Святые Жены И Девы Фёпа Первомущеница Фатина Самарянина Феврония Вера Надежда Любовь Матер София Наталья Адриан Варвара Екатерина Перепетую Татьяна Ирина Ольга Елена Нина Мария Магдалина Мария Египетская Приски Ла Аки Ла Андроник Юник И Приан Устин Да Дарит Господь Послушание И Молчание Соломудрие И Стыдливость Жен И Сохраних От Тяческого Рода Поругание Аллилуйя И Страх И Покоривость Галина Семейства Евгений Надежда Надежда Святого Людмила И Анна И Прими Нашу Молитву Господи И Воздиание Рук Как жертву Вечернего Благоухания Приятной Перед Престолом Благодати Твоей И Соедини Молитву Нашу С молитвой Всех Святых Молящих Тебе На небе На земле Услыши Аминь Доброе утро всем и Христос воскрес Аминь Воистину воскрес Сергей Нужно срочно отправить груз на пол Воистину воскрес Ты ко мне заехай Помоги пожалуйста Как подъедешь Нет Завтра Сегодня Я занят Весь день Продолжаем Чтение Книги Игнатия Тихоновича Лапкина К истинному Православию Что же касается Борьбы Оружием То совершенно Справедливо Говорит Ориген Что Христиане Не сражаются Вместе С императорскими Войсками И не пошли бы даже В том случае Если бы император Их к этому Принуждал Под заголовок Напомню А я говорю вам Любите врагов ваших О войне Речь идет Также решительно Высказывается И Тертулиана Невозможности Христианина Быть военным Цитата Не подобает Служить Знаку Христа И знаку Дьявола Говорит он Про военную Службу Крепости Света И крепости Тьмы Не может Одна душа Служить Двум Господам Да и как Воевать Без меча Который Отнял Сам Господь Неужели Можно Упражняться С мечом Когда Господь Сказал Что Каждый Взявшийся Замечет Меча И погибнет И как Будет Участвовать В сражении Сын Мира Цитата Безумствует Мир Во взаимном Кровопролитии Говорит Знаменитый Киприан И убийство Считаемое Преступлением Когда люди Совершают Его Поодиночке И именуется Добродетелью Если Делается В массе Преступникам Приобретает Безнаказанность Умножение Ярости В четвертом Веке Лактации Говорит Тоже Не должно Быть Никакого Исключения В заповеди Божией Что Убить Человека Всегда Грех Носить Оружие Недозволено Ибо Их Оружие Только Истина 18 Февраля Лев Папа Когда Грозила Гибель Риму Вышел Катилле Предводитель Гунов И Варвар Увидел Двух Ангелов Возле Первого Иерарха И Отпустил Не Милиция Не Чекиста Охраняли Митрополита Не Милиция Не Чекисты Охраняли Митрополита Будущего Патриарха Покоряйтесь Народы Ибо С нами Бог Так Поют Но Так Ли Это Чудо От Принесения Иконы Владимирской Было Несколько Раз 21 Мая Июнь 23 Август 26 От Матхмед Гирея Крымского Хана В 1521 Году От Ахмад Хана В 1480 От Нашествия Тамерлана В 1395 Году Вот Описание Это По Житиям Святых При Благоверном Князе Василии Дмитриевич Втором 1389 По 1425 Годы Жизни И Митрополите Киприане Огорянский Царь Монгольский Завоеватель Тамерлан Поднявшись С востока Покорил Много Стран Взял Елец Умертвил Многих Христиан И Похвалился Взять Всю Всю Землю Русскую Искоренить Веру Христианскую Направлялся К Москве Граница 463 3 августа Сопротивление Было Настолько Бесполезным Что о нем И не Помышляли Достойно Но Открыли Все Храмы И День И Ночь Шли Молитвы К Престолу Божию Объявлен Был Пост Как В Ниневии Тамерлан Уже Когда Была Принесена В Москву Из Владимира Икона Божьей Матери Был Тревожный Сон Он Метался В постели Всю Ночь И Утром Рассказал Своим Вождям О страшном Видении На небе Женщины Необыкновенной Красоты И Снею Мужей И Как Ему Грозили Они Предвещая В случае Его похода На русских Смерть И Хотя Его Никто Не Преследовал Он Бежал В страхе Давя Друг Друга Его Войска Бросали Оружие И Оставив Свою Добычу Поражаемый Без Пролития Крови И Был Путь Его Против Давнего Врага Россия Астраханского Кхана Которого Он Разбил И Сам Внезапно Где-то Умер И Все Войско Его Как Вода Ушла В песок И Через 85 Летописец Пишет Нет Не Оружие Не Мудрость Человеческая Но Сам Господь Спас Ныне Россию Советские Историки Не умея Никак Объяснить Отступление От Амерлана Его Железного Хромца Вычеркнули Его Вообще Из истории Мы же Читаем Что Военная Стратегия Тут Не Помогла Но С большой Буквы Тот Кто Праведно Судит И воинствует Игорь Откровение 19 Глава С 11 По 16 Стихи Кто Дарует Непобедимое Оружие Своим Свидетелям Послание Ефесянам 6 Глава С 10 По 20 Стихи Послание Наконец Братья Мои Укрепляйтесь Господом и Могуществом Силы Наконец Его Облекитесь Во все оружие Божие Чтобы Вам Можно Было Стать Против Крови И Плоти Но Против Начальств Против Властей Против Мира Правителей Тьмы Века Сего Против Духов Злобы Поднебесной Для сего Примите Все Оружие Божие Дабы Вы Могли Против Стоять И Так Станьте Припоясав Через Сла Ваши Истинные И Облегшись В броню Праведности И Обув Ноги В готовность Благовестовать мир А паче всего Возьмите Щит Веры Которым Возможете Угасить Все Раскаленные Стрелы Лукавого И Шлем Спасения Возьмите И Меч Духовный Который Есть Слово Божие Всякую Молитву И Прошением Молитесь Во всякое Время Духом И Старайтесь Осем Самом Со Всяким Постоянством И Молением О всех Святых И О мне Дабы Мне Дано Было Слово Устами Моими Открыто С дерзновением Возвещать Тайну Благовествования Для Которого Я Исполняю Посольство Вузах Дабы Я Смело Проповедовал Как Мне Должно Один Покоряет Под Ноги Христиан Сатану Он Один Покоряет Под Ноги Христиан Сатану И Его Служителей О Римлянам Послание 16 Глава 20 Стих Боже Мира Сокрушит Сатану Под Ногами Вашими Вскоре Благодати Господа Нашего Иисуса Христа С Вами Аминь Царь же полный сильного гнева с нечестивым замыслом вышел целым походом со зверями желая по жестокости сердца велить собственными глазами плачевную и бедственную гибель упомянутых людей когда иудеи увидели пыль поднимавшуюся от слонов выходивших из ворот и следовавшего с ними вооруженного войска и также от множества народа и услышали сильно раздавшиеся клики то подумали что настала последняя минута их жизни и конец их несчастнейшего ожидания подняв плач и вопль они целовали друг друга обнимались с родными бросаясь на шеи отцы сыновьям а матери дочерям иные же держали при грудях новорожденных младенцев сосавших последнее молоко зная однако же прежде бывшие им заступления с неба они единодушно пали ниц отняв от грудей младенцев их громко взывали к лавствующим над всякую властью умоляя его помиловать их и явить помощь им стоящим уже при вратах ада царь всесильный высочайший бог вседержитель милостиво управляющий всем созданием призре отец на семя Авраама на детей освященного Иакова на народ святого дела твоего странствующий в земле чужой и неправедно погубляемый и неправедно ты жестокого царя ассирийского синахирима тщеславившегося бесчисленными войсками покорившего мечом всю землю и восставшего на святы город твой в гордости и дерзости произносившего хлы ты не изложил явно показав многим народом твою силу те же которые обрекали их на погибель и на пищу хищным птицам и с радостью делали им перепись теперь объятые студом властинали и дышавшая огнем дерзость угасла с позором 3 книга маковейская 5 глава с 31 по 34 стихи 6 глава 2 4 31 стихи 7 глава 7 стих и 2 книга маковейская 8 глава 36 стих 9 5 глава 10 глава 29 стих с неба его всадники и крест в душе Святой Никита память 7 сентября Святой Константин память 21 мая Когда же путь народа Божия не угоден в очах Божиих то ни иконы ни ни ковчег не помогут но попадут в руки врага 1 книга царств 5 глава Святой Борис 2 мая Бесы боятся креста но злой человек и креста не боится Корнилий Игумен Псковский память 20 февраля вышел навстречу Ивану Грозному Он же приближившись выхватил саблю и отсек ему руку вместе с крестом и этот сына убийца еще до Никона то есть старообрядец называется благочестивейшим защитником православия таких лютых не было и у еретиков меч не пригоден для защиты даже за Христа вложи меч твой в его место Евангелие от Матфея 26 глава 52 стих в его ветхозаветное место отныне же кто мечом убивает тому самому надлежит быть убитым мечом книга откровений 13 10 Христос навеки убрал меч из рук своих последователей но враг не может нас пленить а я говорю вам плен как и война тоже есть наказание за грехи наши если ты когда перейдете за Иордан в землю которую Господь Бог вас дает вам будешь слушать голоса Господа Бога твоего тщательно исполнять заповеди его которые заповедуют законе 28 1 всех пастырей унесет ветер и друзья твои пойдут в плен и тогда ты будешь постыжен и посрамлен за все злодеяния твои пророк иеремия 22 глава 22 стих пророк языки 30 глава 17 18 за это остались в плену и вот пали отцы наши от меча а сыновья наши и дочери наши и жены за это в плену в земле не своей до ныне 2 2 книга 2 глава 9 стих с одни отцов наших в великой вине до сего дня из-за беззакония наши преданные были мы цари наши священники наши в руки царей иноземных под меч в плен и на разграбление и на посрамление как это и ныне 1 твоя книга езды 9 глава 7 стих и отдал в плен крепость свою и славу свою в руки врага псалом 77 61 стих зато народ мой пойдет в плен непредвиденно им вельможи его будут голодать и богачи его будут томиться жаждаю низверглись пали вместе не могли защитить носивших и сами пошли в плен в рук исайя 5 глава 13 стих 46 глава 2 стих и для согрешающих живущих не раскаяно плен будет продолжителен все цитата ибо он и к нам вавилон прислал сказать плен будет продолжителен стройте домы и живите в них разведить развалите сады и ешьте плоды их крокеремия 29 28 зато ныне пойдут они в плен во главе пленных и кончится ликование изнеженных книга порука амоса 6 глава 7 стих решено она будет обнажена и отведена в плен и рабыни ее будут стонать как голуби ударяя себя в грудь но и он переселен пошел в плен даже и младенцы его разбиты на перекрестках всех улиц а знатных его бросали жребий и все вельможи его окованы цепями книга пророка наума 2 глава 7 стих и 3 глава 10 стих и падут от острия меча и отведутся в плен во все народы иерусалим будет попираем язычниками доколе не окончатся времена на язычников евангелие от луки 21 24 ибо кто ведет в плен сам пойдет в плен откровение 13 10 плен же святых не страшил сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку и она служила жене неимановой 4 царство 5 2 и когда они в земле в которую будут пленены войдут в себя и обратятся и будут молиться тебе в земле пленения своего говоря мы согрешили сделали беззаконие мы виноваты 2 книга 6 глава 38 стих это все имеет силу для тех кто верит в будущее царство Христа которое будет во веки веков с позиции вечности все выглядит иначе и возбуждал к ним сострадание во всех пленявших их псалом 105 46 при всем том народ не покаялся и не отступил от грехов своих доколе не были пленены из земли своей и рассеяны по всей земле книга Сирахова 48 48 48 16 из плена выводили не войсками не силу и оружие но благодатью данной от Бога святым память 12 июня Петр Афонский обещал в монашество уйти когда вывел его из плена святой Николай 4 память 4 ноября Иоанникий Великий вывел не раз из Болгарии пленных невидимо и однако святому сему много ли посвящено храмов память 11 мая Мефодий выпросил 900 пленных 25 июля Макарий Желтоводский отпущен ханом и с ним 400 человек память 11 декабря Никон Сухой Печерский не пожелал из плена выйти и Бог в цепях доставил его из плена память 23 апреля Георгий Победоносец юноша из плена от сарацин доставлен память 28 февраля лев епископ отдал себя в плен за трех больных пленных но в пути сам заболел и был усечен и хотя жития святых как доказывают были стилизованы под существующих правителей их строй при Дмитрии Ростовском но и из этих жизнеописаний видим что воины христиане были в войсках языческих императоров всегда во все времена уже с начала второго века память 6 сентября роман роман в войсках трояна 98 и 117 годы было обнаружено 11 тысяч христиан 12 не будем же говорить что языческие деспоты все бывшие гонителями христиан были честные и вели освободительные а не захватнические войны и приходится признать или все же были это не христианские специальности быть наемным военнослужащим или слов Христа не убий не клянись не было память 11 ноября Виктор христианин воин узнали о том только тогда когда его послали истреблять христиан и он отказался это исполнять а воевать это не возбранялось считать за врага и убивать того кого и в глаза не видел да то ли и только потому что это повелел языческий военачальник память 10 октября фи от фи от фи от среди воинов было много христиан память 30 мая Исаакий долмацкий бог воздвиг варваров с Дуная были ли тогда отказники которые понимали бы учения Христа так как господь изрек своем учении вопрос вот несколько житий святых память 7 ноября Иерон в царствование диоклетиана одного из лютейших гонителей христиан начала четвертого века повелел записать в войско всех годных к военной службе мужей и юношей но Иерон отказался идти с ними считая для христианина вредным иметь общение и служить вместе с идолопоклонниками страница 136 ночью блаженному Иерону явился некто одетый в белые одежды и возвестил ему кротким и полным любви голосом спасение Иерон благовествую я тебе правым путем идешь ты так как идешь подвязаться за царя небесного и не за скорую гибнущую славу земную будешь ратовать память 21 апреля страница 314 мученик феодор вместе с другими юношами был приведен и феодор на военную службу призван военачальник положил на него как и на остальных юношей воинский знак форму надел но святой феодор немедленно сбросил его с себя сказав я знаменован от чрева матери моей моим небесным царем господом иисусом христом и не желая быть воином для другого царя и был казнен память 3 февраля роман углический не хотел сопротивляться батю страница 38 не сопротивляться бесплодно а спасти город и жителей изъявлением покорности татарам 19 августа Андрей Стратилат Андрей был тысяченачальником полковником от него уверовало две тысячи пятьсот девяносто три воина и когда они уходили от преследовавших их то вошли в ущелье и ждали своих убийц им обратился святой Андрей с речи друзья братья и дети мои ныне время благоприятное ныне день спасения будем единодушно и твердо стоять в любви Божией как повелел нам Господь и не станем поднимать рук наших на преследующих нас но поднимем их к Богу с молитвой и благодарением за то что он дал нам дожить до сего времени когда мы получим наследие со всеми святыми пострадавшими за него и так будем молиться ему как молился святой первомученик Стефан когда иудеи побивали его камнями говоря Господи Иисусе Христе прими души рабов твоих которые мы предаем руки твои поможили их и и это и Селевк со своими воинами. Обнажив мечи и заскрежетав зубами, они, как звери, бросились на стадо Христова. Святые же воины Христовы, хотя как храбрые и опытные в бою, и могли бы защитить себя в этом тесном месте с одним только проходом от рук убийц, но, подражая Господу своему, как незлобивые агнцы отдались убийцам своим на заклание. Преклонив колено, они протянули шеи свои на заколение под мечи, и воины Селевека, без милосердия посекая их, в короткое время всех перебили. Пострадали в воскресный день, во втором часу дня. Страница 236. Вот что известно из истории церкви. В честь отказников, от службы, нет поименованных храмов нигде, и может статься, что никогда и не было. Отчего же так? Не потому ли, что и память их не торжественно отмечается? И народ об их житиях не знает ничего, и как бы не было таких святых. Но бесчетное число раз повторяются только те подвиги и тех святых, что выгодно трактовать для существующего строя, даже явным безбожникам нравятся поступки те. Вот так выглядит по статистике. По списку приходов русской зарубежной церкви 1992 год, 335 храмов и часовен, различных названий 78. Из них Никольских 42, Покровских 30, Свято-Троицких 18, Воскресенских 17, Александровских, Серафимовских, Владимировских по 11, Михайловских 6. На первые 8 номинований, составляющие 3%, проходится 153 церкви, то есть 1 треть храмов. И еще. В Святцах примерно 745 мужских имен в память святых, а храмы всего лишь в честь 39 имен. Это же и в России на 20 тысяч храмов та же арифметика, гамма-спектр имен в честь кого названы храмы, не увеличивается и даже более скуден. То есть только в честь 5% мужских имен мучеников называются храмы. В честь отказников Иерона, Феодора. Где эти храмы? Женских имен по святцам 250, а храмы названы в честь 12 святых, то есть те же 5%. А 95% невостребованы, забыты, незнаемы народом. Чтимы в России икон чудотворных 301, а известны 210. А храмы названы в честь только 7 икон. Почему? Раньше на Руси употреблялось около 272 имен при наречении детяти. 36% от всех имен по святцам. Женских употреблялось около 103 имен. То есть около 44% были в употреблении. Ныне же в употреблении едва ли 55 мужских имен, то есть 7%. А у женщин едва ли 45 имен в ходу. То есть 18% от общего их числа. Из известных имен архангелов 9, откровения 12, глава 7, 8, стих 3, езды 4, 1, Тавитон 5, 20. В названии храма встречается только один. Архангел Михаил. В честь Гавриила очень редко, а в честь и Егудиила и других. Где храмы? Почему и кто все так однобоко, ущербно навязывает людям? Как в жизни, так и имена Батюши. Везде. Николай, Александр, Владимир, Михаил, Иваны, Петры, Василии. Из народа же выходцы. Так и в почитании святых их дел. Вот почему безбожники постоянно муссируют только один подвиг святого Сергия Радонежского, благословил на войну с татарами за независимость Родины, дал двух иноков на войну, хотя это есть прямое нарушение канона в церкви. Цитата. Епископ или пресс-святер, или диакон в воинском деле упражняющийся и хотящий удержать оба, то есть римское начальство и священническую должность, да будет извержен из священного чина, ибо кесарю кесарева и богу богова. Апостольское правило 83-е. Учиненным единожды в клир и монахам определили мы не вступать ни в военную службу, ни в мирской чин, иначе дерзнувших на сие и не возвращающихся с раскаянием к тому, что прежде избрал для Бога предавать анафеме. Шестой Вселенский собор, седьмое правило. Из всех ветхозаветных светил дьявол спорил только об одном теле, о Моисеевом. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести ухоризненному суда, но сказал, «Да запретит тебе Господь». И сии злословили то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем расслевают себя. Иуда 9.10. Почему? Одно из толкований говорит, «За бывшее убийство египтянина он не достоин доброго погребения». Из новозаветных русских святых. Подобное мы видим только на двух святых. На святом Сергии Радонежском. Рерихи называются перевоплощенным Сергием Радонежским в их телах, якобы его душа. За что? Не за то ли, в кавычках, благословения, которого, как говорится, в тайне святых, и не было. А только святый Сергий, наклонившись к князю Дмитрию, предсказал о победе. И только изображение святого Александра Невского помещено в масонскую пятиконечную звезду в ордене Александра Невского. Только он и никто другой. Почему? Не закровь ли пролитую человеческую, святой Александр Невский, память 1219-1236 год, канонизирован 26 февраля 1547 года. Службы святому составили инок Михаил и архимандрит Викентий. Первый храм в честь благоверного князя воздвигнут около 1630-го года в Москве. В настоящее время, 1893 год, в каждом городе обширной земли русской существуют храмы и часовни, посвященные Александру Невскому. Только с 1789 года. По жизнеописании этого защитника земли русской. И святые воины не за воинские подвиги прославлены церковью. Отнюдь. Сергей, ты пропустили... Целую строчку пропустили. Давайте заново. Только с 1789 года. По 1880-е годы. написано различными авторами 27 книг жизнеописаний этого защитника земли русской. То есть об Александре Невскому. И святые воины не за воинские подвиги прославлены церковью. Отнюдь. И не было в их жизни от юности возлюбил Иси Христа. Да не правда же это. И понятно, как сердце в кавычках патриота возмутится, слыша это. Ему поблазнится кощунство в этих рассуждениях. Но без гнева и сомнения поднимите руки к Богу, если они не в крови одобрения и совершения убийства. А грех одинаков и на том, кто убивает, и на том, кто благословляет на войну. И на том, кто просто считает, что нужно против плоти воевать, убивать людей по другую сторону бригад, убивать тех, кто так верит или не с той стороны границы стоит. Сергей, подожди. Сергей, ты не пропустил. Кто так верит? Кто не так верит? Нет. Убивать тех, кто не так верит или не с той стороны границы стоит. Господь сотрет припирающихся с ним, с небес возгремит на них. Господь свят, да не хвалится мудрый мудростью своею, и да не хвалится сильной силою своею, и да не хвалится богатый богатством своим, но желающий хвалиться, да хвалится тем, что разумеет и знает Господа. Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему, и вознесет рог помазанника своего. Первое царство 2.10 Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Иакова 3.14 Не говори Он ввел в меня в заблуждение, ибо Он не имеет надобности в муже грешном. Сирахова 15.12 А следовало бы сказать в каноне святому Александру, от юности был патриот земной родины, и от юности возлюбил Иси воинское дело, любя независимость своей любимой земной родины и одержал многие земные победы. Но в скорбный час смерти отреклся Иси от всей суетной славы, приняв ангельский чин, и ныне заступник земли русский, пребываешь пред престолом Господа Саваофа. Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для Него говорить ложь? Надлежало ли вам быть лицеприятным к Нему и за Бога так припираться. Строго накажет вас Бог, хотя вы и скрытно лицемерите. Книга Иова, 13 глава, 7 по 10 стихи. На сегодня остановимся. Сергей, не забудь хлеб привези сегодня. Хорошо. Вопросов нет никому. Вот сколько прослушали сегодня, сколько цифр, какие даты. Это все абсолютно из разных библиотек, из разных книг. И не один работал, а помогали люди. И поэтому я когда отослал этот материал Смирнову, осуде Митрия, ясное дело, что ему надо благословлять, а тут доказательства, что этого не надо делать. И мне обратно и ответ пришел, нам этот материал не подходит, но это еще хорошо, что прочитали, если. Ну, ладно, тогда все, уходим. Бог.